Новосибирская область приняла эстафету выездных сессий по наставничеству. У спикеров есть два дня на то, чтобы обсудить и продемонстрировать лучшие практики. По итогам экспертное жюри выберет шесть победителей в регионе, которые отправятся в Москву. Рута Келлер подробней. Необычный форум и начинаться должен неординарно, поэтому каждого участника просят прикрепить значок. На нем лишь одно слово «наставник». Тот же учитель, но уже в работе. Именно наставникам и посвящен Всероссийский форум. Мы говорим сегодня об одном и том же. Об наставничестве как профессиональном институте. И здесь государство просто должно выстроить систему мотивации. И мы говорим об наставничестве как общественном признании. Это оценка самого себя и желание твоего лично. В советское время наставники поддерживали, воспитывали и передавали профессиональные знания молодым. Само понятие наставничества стало развиваться в 30-е годы и особенно распространилось в 70-е. Про них снимали фильмы, о них писали в газетах, им посвящали программы. Сегодня такой популярности уже нет. И эту сложившуюся несправедливость хотят исправить. У нас сегодня и центр развития занимается и провел большое сегодня обучение по эффективному наставничеству. То есть по большому счету все сообщество говорит о необходимости нового витка, нового развития, нового отношения к наставничеству. Как в моральном, так и в материальном стимулировании, так и в понимании системы, которая будет развиваться дальше. Как она будет строиться. О том, как строить, на таких вот форумах и говорят. Представители власти, здравоохранения, образования, культуры обсуждают, как научиться говорить с молодежью на одном языке. Вот этот вот разговор, единая система ценностей и контура в сфере, неважно где это, предпринимательство это, да, или там какая-нибудь сфера экономики. Единый контур этого разговора экономит время. И это не конкурентное преимущество обладания знаниями, а наоборот диспропорция возникает. И наставник в этом смысле, институт наставничества и реализация таких интересных проектов образовательных, оно приводит как раз к экономию времени и к достижению целей и выгоды быстрее. Новосибирская область стала четвертым регионом, где проходит двухдневная выездная сессия. О том, что такой формат пользуется успехом, говорят цифры. Например, за время проведения форум посетили свыше двух тысяч человек, а в онлайн формате 35 тысяч участников. На самом деле, значимость этого форума в том, что мы начинаем говорить и говорить очень активно, ярко, со смыслами, с примерами, со своими практиками о важной теме, о теме социализации, о теме социального укрепления, о теме поддержки нашего молодого поколения. И если сегодня были разговоры, то завтра спикеры перейдут к реальным действиям, представят примеры лучших практик наставничества в регионе. Победитель делится опытом, поедет в Москву на итоговый форум, который пройдет в середине декабря. Рута Келлер, Константин Менин, Новости ОТС.